МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а наш ждем видео с самых простых и банальных вещей. И самым первым минусом является неудобная авторизация. Войти в учетную запись мессенджера можно только с одного смартфона, а это не всегда удобно. Ну а вход в аккаунт с ДЭКС выпадающая проблема. Неудобное резервное копирование. Например, вы входите в аккаунт с другого устройства, по умолшанию ваши переписки не восстанавливаются. Как будто вы будто заводите новую учетную запись. Чтобы вернуть старые переписки, нужно загрузить резервную копию со старого устройства в облака, а затем скачать его с другого аппарата. Гениально. Неудобная привязанность к номеру телефона. Например, вы поехали в путешествие, купил туристическую сим-карту, вы не сможете открыть свой аккаунт мессенджера WhatsApp, используя трафик с нее. Когда вы извлекаете сим-карту, автоматически учетная запись блокируется. Чтобы прислать длинные и тяжелые видео, надо воспользоваться почтой одной из сети или облаком. Ну или вообще отправлять с очередями. WhatsApp вышел в далеком 2009 году, а интерфейс так и не меняется. В большинстве случаев WhatsApp является самым опасным мессенджером, ведь там обитают тонны педофилов и мошенников. За это прибавляется два минуса. Павел Дуров подчеркнул, что WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня. Например, кто-то отправляет фото или видео, которые могут следить за вами. В WhatsApp очень слабая система защиты. Марк Цукерберг-крыса. Еще одна бесячая вещь заключается в том, что версия WhatsApp на компьютере полностью зависима от версии на смартфоне. Если смартфон теряет связь с интернетом, то версия на компьютере тоже перестанет работать. Даже если на компе есть быстрый работающий интернет. Вопрос, зачем? У WhatsApp очень бедный функционал. Он умеет только базовые вещи. При этом опции для удобной работы в этом мессенджере нет. Нельзя поставить пароль, сделать канавы, заклужить звук одному контакту или чату, закрепить контакты наверху. Нет удобного поиска по истории. Зато есть функционал сториз, который там нахрен никому не нужен. Очень плохо сделана работа групп. В них даже вступать неудобно, и возможностей у них очень мало. Стать админом группы в WhatsApp это тот еще мазохизм. Ведь, как я говорил ранее, в WhatsApp очень мало возможностей. В WhatsApp невозможно скрыть свой номер. Стикеры в WhatsApp это та еще параша. Любой человек может засрать всю группу. Или вообще использовать стикеры в качестве разговора. Вот если честно, я не понимаю таких людей. Они реальные безмозглые обезьяны. Стикеры в WhatsApp это. В WhatsApp нет фильтра спама или фуда. Каждый раз в группах отправляют всякие бесполезные фото. И из-за этого нужно очистить всю галерею. И еще в WhatsApp самый токсичный мессенджер. Например, вы сошли в какую-то аниме группу, а там творится дикий срач. Но я вам предупреждаю, не нужно спорить с идиотами. В WhatsApp очень коряво работает звонок. Любой злоумышленник может слить ваш номер телефона. При отправке фото и картины качество зашикалится. Со временем WhatsApp будет занять много мест. Неактивные аккаунты через 120 дней удаляются. Если в Телеграме можно сам выбирать период удаления аккаунта до 1 года, то в WhatsApp все по незубам. Есть слухи о том, что в WhatsApp могут удалить текстовые сообщения. Хотя для меня все равно, ведь в WhatsApp тайше помойка. Количество минусов 30. Итак, делаем вывод. Самый популярный небезопасный мессенджер. А точнее, помойка. Что ж, друзья, и это все минусы WhatsApp. Не забудьте подписаться, поставить лайк и жмякать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Знаю, видосов очень долго не было. И ребята, пожалуйста, переезжайте в Телеграм. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok